всем привет с вами я воватешевский и сейчас хочу поговорить с вами о смартфоне который в определенном формате является эксклюзивчиком ну эксклюзивчиком потому что он официально не продается в на территории общей страны снг украины россии белоруссии и даже соединенных штатов и так далее это аппарат в основном в принципе для китайского рынка но немножечко с таким американским уклоном потому что ну все-таки не все у них на китайском потому что когда это чисто эксклюзивно для китайского рынка все-таки все на китайском здесь ну да так вот когда я зашел в магазин нимфу за тем чтобы поговорить насчет очередного устройства и увидел них этот htc desire 700 dual 7 я думаю ну стопудово нужно его взять на обзор и вот сейчас в этом видео я постараюсь чтобы оно было не очень длинным но в этом видео мы посмотрим и на внешний вид и на комплектацию и конечно же обязательно посмотрим вообще на возможности этого устройства что он может что он из себя представляет ну и и так далее и тому подобное поехали спасибо магазину нимфа а также компании техномир за предоставленное устройство и так посмотрим что у нас находится внутри внутри у нас непосредственно само устройство смартфон в специальной защитной пленочки о нем мы попозже документация угадайте на каком языке да действительно на китайском также идет адаптер да ну вы видите адаптер подходит ли он к нашей розетки да потому что от 100 до 240 вольт а также юсб шнур но выглядит он стандартно как для htc и наушники в принципе тоже стандартные как для htc гарнитура с кнопочкой ответа и микрофоном так ну и сейчас я достану смартфон из дополнительной упаковки так выглядит устройство на передней части очень схожая с htc one сверху находится фронтальная камера динамик и татчики 5-дюймовый экран снизу также идет динамик и две сенсорные кнопки в нижней части находится микрофон и юсб с левой части ничего нету просто сверху находится кнопочка включения и для подключения наушников справа регулировка громкости на обратной стороне из глянцевого пластика аля samsung очень похожий на samsung который заляпывается как вы видите находит но это задняя крышка просто рисунок если в htc one это идет пластиковый пробел между металлом то здесь просто рисунок камера 8 мегапикселей вспышка логотип htc и в принципе все вообще сам смартфон был представлен вместе с desire 601 и desire 500 но на наш рынок он до сих пор не вышел и это тоже не официальная версия еще из внешней части я хотел бы сказать о том что у него и открывающаяся задняя крышка как во всех самсунгах и он на 2 sim карточки для sim 1 и для sim 2 причем что сюда вставляются не полноценный а микросим и также есть возможность расширения памяти micro sd карта к сожалению она в данной версии в комплект не идет хотя обычно у htc как минимум на 4 гига идет карта памяти здесь ее нету но еще аккумулятор на 2100 миллиампер это уже из технических данных вот что касается его задней крышки и сразу же по этому поводу есть весьма существенный минус а так как крышка открывается смартфон немного поскрипывает при том как его держишь когда его держишь руках вот в этой части в общем то нет он действительно хорошо монолитно себя ведет можно сказать то есть лежит в руке хорошо но когда тишина вот слышны эти поскрипывания и но это минус это явно не в стиле htc как бы не премиальный формат это немножечко разочаровывает теперь о самом дисплее дисплей здесь 5 дюймов с разрешением киеве и что это означает это 960 на 540 точек в принципе это не очень то высокое качество но если смотреть непосредственно само устройство то никакого дискомфорта в в дисплее я не заметил то есть дисплей он и достаточно яркий но сейчас стоит он на автомате запаса яркости ему действительно хватает он ну достаточно яркий для того чтобы ну не знаю вот сейчас эти очень просто высокая яркость пускай будет автоматически автоматический режим вот отлично так намного лучше еще я могу отметить то что у него хорошие углы обзора у дисплея и но на твердую четверку дисплей тянет все таки для 5 дюймов 960 на 540 на сегодняшний день немного но все таки как бюджетный вариант это неплохо сейчас я предлагаю произвести тест в антуту для того чтобы посмотреть на ту цифру которую выдаст бенчмарк режим энергосбережения выключен заряда 85 процентов сейчас и пока будет делаться тест я расскажу вам о его технических характеристиках здесь стоит 4 ядерный процессор по 1 и 2 гигагерца от qualcomm также здесь встроена 8 гигабайт постоянной памяти ну как я и говорил она расширяется и также здесь 1 гигабайт оперативной памяти еще хочу отметить то что на обратной стороне есть 8 мегапиксельная камера и есть еще вторая камера 2 и 1 мегапиксель она hd то есть должна быть неплохая для к примеру на фотографирование себя там где-нибудь если это вам интересно также хочу отметить что из стандартов беспроводной связи здесь есть bluetooth 4.0 вай фай возможно сделать точку доступа это тоже положительный момент ну в принципе стандартной gps и gps и плюс глонас то есть все возможные коммуникации и связи здесь есть и это действительно неплохо также я хочу отметить то что я уже протестировал но между началом видео и вот этой частью когда я сейчас рассказываю о самом устройстве уже прошло определенное время поэтому за это время я и установил целый ряд приложений то есть в том числе игры но тест antutu я специально не тестил для того чтобы показать вам и также я вставлял сим-карту и проверял звонки слышно собеседника хорошо собеседнику тоже хорошо слышно и я думаю что это положительный момент то что устройство работает но в этом плане хорошо в плане звонилки это наверное тоже немаловажно то есть конечно очень круто его функции как смартфона но не стоит забывать о вообще что это за устройство что это за смартфон и да и вот тест завершился и смартфон выдает 10471 это очень невысокий показатель даже ниже чем desire 601 теперь что касается самой оболочки и андроида то здесь установленный android 412 и сверху стоит оболочка htc sense но давайте мы посмотрим да видите 412 htc sense 5.0 это новая но не самая новая уже есть 5 и 5 обновиться на более новую он не может так как это самая последняя версия по но на самом деле работает аппарат весьма неплохо я глюков и тормозов за время его работы не обнаружил также хочу сказать о камере камера здесь 8 мегапикселей и я сделал ряд снимков на камеру я бы сказал что ну вот сейчас без вспышки а точнее вот это со вспышкой это без это без вспышки это тоже без вспышки вот со вспышкой в общем то камера как для средней фотографирует неплохо я бы сказал что очень схожа с htc desire 601 то есть качество снимков неплохое шумы но при недостаточной освещенности конечно они есть но не так критичны я бы сказал что с камерой вот основной htc здесь не прогадала сделала нормальную неплохую камеру также что касается дополнительной камеры сейчас мы не переключим вот сейчас можно посмотреть на меня я бы сказал что здесь она очень очень посредственная как-то вообще мне она не нравится я думаю что только 2 мегапикселя только название то есть ничего толку в этой камере найти не получится да ну тут присутствует определенный ряд эффектов небольшой но он есть но в общем то как для такого смартфона камера неплохая также хочу отметить работу устройства в играх и что касается таких объемных игр как вот асфальт 8 инжастис но я даже не стал ставить там как modern combat 4 потому что я уверен что эта игра будет не очень то хорошо идти на устройстве то есть даже вообще не не особо хорошо потому что даже такие игры как асфальт и инжастис они идут на низких настройках графика ну давайте просто я вам покажу и да и все и и и и и и как видите на низких настройках игра идет весьма неплохо и играть можно и и и и и и и и и В общем-то сама игра идет неплохо, конечно видно, что графика выставлена здесь не самая лучшая, но играть можно и это радует. В итоге что могу сказать? Аппарат получился интересный, но с одной стороны конечно и не однозначный, потому что все-таки вот этот пластиковый корпус и не очень-то высокое разрешение дисплея и соответственно не очень-то высокие технические данные, показатели в Antutu вообще очень невысокие, делают этот смартфон не очень-то интересным. И особо даже не интересен тот фактор, что у него и цена тоже не низкая, то есть этот смартфон дороже HTC Desert 601, ну в принципе логично и он, если честно, даже значительно дороже, то есть ниже 400 долларов найти невозможно. То есть это вообще там с гарантией на один месяц за 400, может быть 10-20 долларов, но это на сегодняшний день, то есть на день, когда вы видите этот обзор, то есть это такие цены. То есть может быть со временем, конечно, все допиляется, улучшится и HTC Sense обновится, то есть вообще я могу сказать так, что в этом есть определенный плюс, то что скорее всего, к примеру, через полгода устройство получит там более улучшенное обновление, все-таки это одно из самых последних устройств HTC и, конечно же, получит прирост там всех остальных его качеств и характеристик. Поэтому, а с другой стороны, вообще устройство необычное, 5 дюймов, что для HTC, это, наверное, второй телефон по рекордности размера, был HTC One Max, ну то есть это самый большой их смартфон, и вот 5-дюймовый, даже HTC One, он идет меньше, а все остальные еще меньше диагонали экрана. То есть это такой как бы замах на почти как фаблет, но такой средненький, вот. Да, купил бы ли я себе данное устройство? Однозначно нет, потому что и цена, и глянец, и средняя производительность, они совершенно не отвечают моим стандартам. Был бы ли я рад, чтобы мне подарили такое устройство? Да, конечно, а что бы нет, я бы пользовался этим смартфоном себе и очень даже неплохо. За такие деньги, как стоит это устройство, я бы, наверное, взял бы лучше себе Lumia 925 или из Android, что-то типа там Lenovo S820. То есть за эти деньги можно было, даже Lenovo еще дешевле стоит. Да, все, спасибо вам за то, что смотрели этот видеообзор, надеюсь, что-то полезное для себя взяли. С вами был я, Вова Тишевский, не забудьте зайти на канал, посмотреть другие интересные видео, а также подписаться на канал. До скорых встреч, новых видео!